Наверное, всем знакомо такое понятие, как диспансеризация. Полноценный медосмотр, который время от времени должны проходить граждане. В первую очередь, трудоспособного возраста. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в этот процесс. Врачи уже не раз говорили, что все последствия коронавируса окончательно неизвестны. Как теперь выясняется, даже более-менее легко переболевшие люди могут затем столкнуться со всевозможными, подчас тяжелыми осложнениями. Поэтому федеральное правительство приняло решение о проведении углубленной диспансеризации таких граждан по всей стране. Используются диагностические исследования, ультразвуковые, функциональные, лабораторные исследования, в том числе компьютерной томографии, для оценки возможных последствий после перенесенной коронавирусной инфекции, либо наличия осложнений. При этом углубленная диспансеризация касается не всех переболевших COVID-19. Врачи считают оптимальным срок не более двух месяцев со дня выздоровления. Что касается мест проведения обследования, то обращаться надо в поликлинику по месту жительства. Правда, есть вариант, что могут перенаправить и в соседнюю. Возможно, что некоторые лечебные учреждения, не обладающие полным комплексом таких диагностических методик, просто будут задействованы на другие лечебные учреждения. То есть не каждая больница имеет в наличии компьютерный томограф. Соответственно, часть исследований пациент проходит в этом исследовании, на ту же компьютерную томографию будут направляться в другое лечебное учреждение. Что касается сроков завершения углубленной диспансеризации, то их пока не сможет назвать никто. По крайней мере, она будет идти, пока окончательно не победят коронавирус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова